Привет, друзья! Сегодня будем готовить самый вкусный праздничный торт. Рецепт под видео, а я начинаю готовить. Сначала надо приготовить безе. Белки отделяю от желтков и буду взбивать. У меня яйца из холодильника, но можно взять и теплые. Безе в любом случае получится вкусный. Белки начинаю взбивать на средней скорости. И как только начинают появляться пузырьки, постепенно добавляю сахар. Еще добавляю ванильный сахар и уксус. Уксус можно заменить на сок лимона. Теперь включаю самую большую скорость и взбиваю до устойчивых пиков примерно 7-8 минут. Теперь добавляю кукурузный крахмал и на маленькой скорости немного перемешиваю. Хорошо взбитый белок имеет ровный глянцевый блеск и плотную воздушную массу. Теперь белки распределяю ровным слоем по пергаментной бумаге и буду сушить в уже разогретой духовке на 120 градусов 60 минут. Безе готово и теперь надо обязательно снять пергамент, на котором сушили безе и оставим его остывать. Теперь поджарим тесто. У меня готовое слоеное. Просто раскладываю его на противень и отправлю запекать при температуре 200 градусов на 15-20 минут. Пока тесто выпекается, приготовлю крем. В миксер отправляю вареную сгущенку комнатной температуры. Добавляю немного ванильного сахара и коньяк. Коньяк придаст крему необычный вкус и аромат. Если не хотите, можно и без него. Но я рекомендую. Это очень вкусно. Теперь на маленькой скорости перемешиваю до однородной массы. И добавляю жирные сливки. У меня 36%. И оставлю взбивать пару минут на большой скорости. Пока крем взбивается, я измельчу орехи. Заранее пожарила грецкие, но также будет вкусно с орехом пекан. Тесто готово. Его надо остудить. Теперь добавляю орехи в крем и перемешиваю. Чем больше орехов, тем вкуснее. Тесто готово. Разрезаю его пополам. И каждый кусок еще разделю на два слоя. Безе тоже разрезаю пополам. И теперь буду собирать торт. Первым слоем будет тесто. Промазываю его кремом. Сверху кладу безе и еще слой крема. И так друг на друга выкладываю все слои, промазывая кремом. Друзья, будем рады вашей подписке. У нас на канале много простых и вкусных рецептов. При помощи доски формирую торт. Немного его придавливаю и обрезаю ровно бока. А теперь верхний слой и бока промазываю оставшимся кремом. К жареным орехам добавила кусочки безе и теста. И теперь измельчу блендером. Теперь ореховой кружкой посыпаю бока и верх торта. Друзья, торт готов. Получился ароматный, хрустящий. И, конечно же, очень вкусный. Хотите, чтобы был помягче? Оставьте на пару часов в холодильник. А лучше его съесть сразу. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу. И приятного вам аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...